Зоя Павловна Сахарова Восторженно рассказывает о своем урожае Еще пять лет назад на этих 15 сотках росла дикая трава Сегодня помимо привычных огурцов, помидоров Баклажаны, арбузы, дыни, ежевика и пекинская капуста Оно настолько приятное, красивое, такая вот форма Вот пекинская капуста, замечательно И она у нас столько много, мы не знаем, что делать И решили просто попробовать в кафе сдать Они с удовольствием взяли у нас Сад и огород занимают большую часть дачного участка Работы, признается Зоя Павловна, много, но все в удовольствии Несколько лет назад, выросшая в городе, она и не думала, что в свои 70 заинтересуется сельским хозяйством Теперь признается, втянулось результат, отличное самочувствие и целый погреб разносолов для всей семьи Компоты, кабачковая икра, огурцы, помидоры маринованные, борщовая, значит, заготовка, потом икра кабачковая Все-все у нас есть Теперь за советами по уходу за садом и огородом сюда приходит вся деревня Когда сажать, как поливать и где выращивать Зоя Павловна с удовольствием делится секретами богатого урожая Из-за жаркого лета урожай дачников выдался очень обильным Что делать, если фруктов и овощей, ну, очень много А компоты и варенье уже не влезают в погреб, расскажет мой коллега Юрий Соболев Юрий, тебе слово Даша, приветствую! Есть вариант на этом заработать Причем стоять на рынке не обязательно Сегодня в регионе развивается аграрный кооператив Как это выглядит? Допустим, есть три производителя Это могут быть как просто владельцы шести соток, так и профессиональные фермеры Один занимается выращиванием кабачков, второй выращиванием коров И третий лелеет свой вишневый сад Все вместе они объединяются в кооператив, который получает поддержку из областного проекта И люди уже сообща в этом кооперативе разрабатывают варианты реализации своей продукции Пельмени килограмм восемь, ежиков килограмм пять Кооперативный фермерский магазин в Ярославле Сотрудник скотоводческого хозяйства доставляет полуфабрикаты Раз в неделю происходят поставки Все, что представлено на этих полках, выращено и произведено в Ярославской области Производители входят в кооператив Ярославский аграрный клуб Его председатель Андрей Разин уверен, к постоянной государственной поддержке Фермеры уже привыкли, чтобы успешно и вырастить, и продать, надо объединиться В перспективе мы хотим, чтобы магазин у нас был не один В дальнейшем будем выходить уже на участие в конкурсах для обеспечения бюджетных учреждений продуктами питания В реализации будущих планов фермерам помогает правительство региона Это и возмещение процентной ставки, вопросы грантов, процентная ставка по оборудованию Трудно порой подготовить бизнес-план, поэтому эти вопросы на себя берет и оказывает поддержку правительству Ярославского Сейчас фермерский магазин посещает порядка 60 человек в день К покупкам относятся основательно Продукция ярославского производителя оставляет налоги в городе, улучшаются дворы, улучшается наша инфраструктура И в первую очередь это влияет на качество и уровень жизни местного населения Для тех, кто стабильно выращивает и хочет заработать на своем урожае, двери кооператива всегда открыты Юрий Соболев, Дарья Смирнова, Денис Сахаров и Александр Рябков День в событиях